МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Катерина. Вам слово. Спасибо. В этом случае можно заключить договор пожизненного содержания с иждивением. По договору пожизненного содержания с иждивением гражданин, получатель ренты, передает в собственность другого гражданина, плательщика ренты, свое недвижимое имущество. Плательщик ренты обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением данного гражданина либо указанного им другого третьего лица. В договоре пожизненного содержания с иждивением обязательно указывается общая стоимость всего содержания. При этом законодательством Республики Беларусь установлен размер, который в месяц не должен быть менее двух базовых величин. В договоре пожизненного содержания с иждивением может быть предусмотрена обязанность плательщика ренты по обеспечению жилищем, питанием, либо в случае плохого состояния здоровья получателя ренты и оказания ухода за ним. То есть в договоре прописываются такие пункты, как право сохранения, право владения и пользования за получателем ренты, обязанность плательщика ренты приобретать продукты питания, медикаменты, оказывать различные ежедневные необходимые бытовые услуги. Также может быть предусмотрена и обязанность оказания ритуальных услуг. Имущество по такому договору передается либо безвозмездно, либо с выплатой определенной денежной суммы, и об этом обязательно указывается в договоре. Имущество, недвижимое, которое передано по такому договору, находится в залоге у получателя ренты. То есть плательщик ренты без согласия получателя ренты не может его отчуждать, продавать, дарить, менять, либо каким-то иным другим способом обременять это имущество. В случае, если плательщикам ренты нарушаются существенные условия договора такого, получатель ренты вправе требовать расторжения договора и возврата ему переданного имущества. При этом плательщик ренты не вправе требовать компенсации тех расходов, которые он понес в результате оказания такого содержания сождеевением. Прекращается обязательство по содержанию сождеением, смертью лица, которая получала такое содержание. Светлана Николаевна, спасибо за разъяснение. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова